Камбар Дыныстанов гуляет с детьми с четырехлетним Нурданом и двухгодовалым Нуралымом. С тех пор, как началась пандемия коронавируса, с мальчишками по будням остается кто-нибудь из родителей. Сегодня очередь отца. Он по профессии дизайнер и рабочий график такой, что мужчина может уделять в рабочий день немного времени детям, пока жена на работе. Вчера была ее очередь. Таким образом, они посменно сидят с детьми. У супругов еще двое детей школьников, в то время как младшие гуляют на улице, старшие грызут гранит науки онлайн. Родители ждут с нетерпением, когда уже наконец откроется и детский сад, и школа. В сентябре мы думали, что детские сады откроют и отправим детей в эти учреждения, а сами уже будем заниматься своими делами. Ждем, ждем, пока ничего. Если первого числа откроют детские сады, сразу отправим детей. Если во всех дошкольных учреждениях будут соблюдать все предписания эпидемиологов, то нам не будет страшно за детей, что они заразятся. Пока дети сидят дома, они больше пользуются телефонами. И это сказывается на их здоровье, на их поведении. И мы, родители, немного подустали. Мальчишки раньше ходили в государственный детский садик. После дома их три, рассказывает Камбар Денестанов. А частный садик в семье не по карману, как для многих кыргызстанцев. Государственные детские сады в Бишкеке закрылись еще 20 марта и с тех пор не работают. По данным Министерства образования, по республике насчитывается 1617 дошкольных учреждений. Из них работают сейчас чуть более тысячи. И большинство расположены именно в регионах, там, где ситуация с пандемией более-менее стабилизировалась. А в Бишкеке сейчас разрешили открыться 8 специализированным дошкольным учреждениям, а также 250 частым дошкольным учреждениям. Работают они с разрешением местных властей и при условии, если там следует всем предписаниям эпидемиологов. То есть в подобных учреждениях должны быть установлены санитайзеры, а еще там должны проводить влажную уборку. В Баткене работают все детские сады. С 12 января в городе Ош открылись дошкольные учреждения для подготовительных групп. С 1 февраля планируем поэтапно принимать детей помладше. В городе Баткене и Кочкорском районе Нарынской области также сняли ограничения для подобных учреждений. С 1 февраля планируем открыть детские сады в Бишкеке. Все зависит от количества заболевших. Эта работа проводится под контролем местной власти и санэпидемслужб. В первую очередь в Бишкеке в детские сады принимать будем тех детей, у кого работают оба родителя. Также в Министерстве образования отмечают, что в детских садах случаев заболевания коронавирусом среди детей не зарегистрировано. Каждый день специалисты проводят мониторинг, как чувствуют себя дети и все ли посещают дошкольные учреждения. Из числа тех, кому это позволено. Как рассказали нам в одном из старичных частных детсадов, пандемия повлияла на количество воспитанников. У вас увеличилось количество детишек или уменьшилось? Чуть меньше, да, стало. Чуть меньше, да. Ну, извините, просто сейчас тихий час. По республике зарегистрировано более 415 частных детских садов, говорят в Министерстве образования. Как отмечают в ведомстве, с начала пандемии многие предприниматели стали открывать детские сады. Регистрация продолжается. Имеются также подобные заведения, которые не брали лицензию, но работают. Отметим, в мэрии Бишкека не комментируют. Откроются ли детские сады и школы для всех детей с 1 февраля? Это должны решить специалисты. Сейчас в вторичных школах занимаются только ученики 1, 5, 9 и 11 классов.